Добрый вечер! В прямом эфире программа «Татарстан без коррупции». Каждый из нас хоть раз в жизни может стать истцом или ответчиком. Это лишь вопрос времени. Обращаясь в суд, человек может столкнуться с необходимостью выбора порядка рассмотрения судом заявленных требований. Один из таких процессов – это приказное производство. Что это такое? В чем его смысл и особенности? Позволяет ли оно разрешить вопрос быстрее, сэкономив, например, личное время и деньги? Могут ли быть взысканы денежные средства без ведома должника? Какие обязательные условия диктует приказное производство? Обсудим вместе с гостями в студии. Иван Николаевич Гущин, заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Добрый вечер! Азат Хамзович Хисамов, судья Верховного суда Республики Татарстан. Здравствуйте! Добрый вечер! Эльвира Рашидовна Лавашова, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, которые вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Сталкивались ли вы с приказным судопроизводством, на которую предложены три варианта ответа? Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Иван Николаевич, как вы считаете, который ответ из трех представленных сегодня наберет наибольшее число голосов? И как бы ответили вы? Будем надеяться на положительный исход голосования. Все-таки остановлюсь на первом предложенном варианте. И думаю, он наберет наибольшее количество голосов. Какие проблемы вы видите в этом направлении? Ну, если говорить о судебном приказе, как институт, как любой институт процессуального права, он имеет свои преимущества и недостатки. Как вы уже сказали, одним из преимуществ является ускорение рассмотрения дела. Ну, здесь, соответственно, и разгрузка судов, соответственно, но в то же время есть и минусы, связанный тот же судебный приказ, можно в любом случае отменить, если есть возражение ответчика. И, соответственно, здесь же опять же возникает двойная работа судейского корпуса. И опять получается определенная загруженность. Если говорить о проблемах в этом направлении, то нужно сказать, что одной из мер по профилактике коррупционных правонарушений является открытость и прозрачность всех органов власти. И в соответствии с политикой, установленной Руставом Нургалевичем Мениханов, все органы власти у нас нацелены на это. Поэтому не случайно у нас существует открытая Татарстана, там существует больше 250 электронных сервисов, электронное здравоохранение и так далее. И поэтому здесь, если говорим о судебной системе, то она должна, наверное, быть не только эффективна при рассмотрении дел, но и понятна, и открыта, и прозрачно. Тогда не будет возникать каких-то толкований и проблем при взаимодействии с гражданами. Наша задача сегодня разъяснить это телезрителям. Азат Хамсович, что собой сегодня представляет приказное производство и давно ли оно существует? Приказное производство представляет собой порядок рассмотрения мировым судьей, заявлением о взыскании денежных средств, либо истреблением денежного движимого имущества. Хотелось бы отметить, что в России приказное производство имеет достаточно глубокие корни. Еще в 14-15 веке предполагалось выдача бессудных грамот без проведения судебных разбирательств. В 20 веке в Гражданском процессуальном кодексе 1923 года были предусмотрены нормы о приказном производстве, но они не получили столь активного использования, поскольку в 1926 году появилась система государственного нотариата, и количество дел, которые могли быть рассмотрены путем выдачи судебного приказа, существенно сократилось. Поэтому нормы о приказном производстве из Гражданского процессуального кодекса были исключены. И вот в новейшей уже истории с 1995 года возродились положения в приказном производстве, и сейчас они действуют в Гражданском процессе. Кроме того, в 2016 году приказное производство появилось также в административном процессе и в арбитражном. То есть появились нововведения, о которых мы сегодня, наверное, остановимся более подробно, так ведь? А что такое судебный приказ? Что это такое? Судебный приказ является одной из равновидностей судебного постановления, которое принимается судом. Судебный приказ принимается именно мировым судьей на основании представленного заявления о взыскании денежных средств в сумме до 500 тысяч рублей, либо передачи движимого имущества. То есть перечень и основные требования, основное понимание судебного приказа в этом. Какие его отличия от других видов гражданского судопроизводства, может быть, в сроках? Приказное производство, в первую очередь, конечно же, это ускоренный механизм разрешения конфликта. На ряду с приказным производством, относительно недавно, в 2016 году, появился еще такой механизм, как упрощенное производство. Но говоря о приказном, хотелось бы отметить, что, во-первых, появляется возможность в течение ускоренного времени, а именно пяти дней, получить судебный приказ по результатам рассмотрения заявления. Кроме того, при обращении в суд с заявлением, взыскатель оплачивает государственную пошлину в два раза меньше, чем при обращении в порядке искового производства. Кроме того, сам судебный приказ является исполнительным документом, он может быть предъявлен к исполнению без получения исполнительного листа. И существует особый порядок, упрощенный порядок отмены судебного приказа, если имеется возражение должника. Какие дела подлежат рассмотрению в порядке приказного производства? В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе предусмотрено девять требований, по которым может быть выдан судебный приказ. Но наиболее распространенными, те, которые в практике мировых судей встречаются более часто, это требования о взыскании алиментов на детей, требования, связанные с взысканием на численные заработные платы, вопросы, связанные с оплатой задолженности по коммунальным услугам и по оплате за жилое помещение. И также превалирует обращение, связанное с взысканием задолженности по письменным договорам, например, по договорам займа или кредитам. Какое дело не может быть рассмотрено в порядке судебного производства, приказного производства? Здесь два основных требования, два основных препятствия. Это первое препятствие, если имеется спор о праве, то есть если в том случае, когда должник возражает относительно предъявленных ему требований. И второе, когда сумма требований превышает 500 тысяч рублей. Эта сумма была установлена с июня 2016 года, и мировые судьи руководствуются этим положением. Приказное производство может быть прекращено судом после принятия судом заявления о вынесении судебного приказа? Может быть на стадии его рассмотрения? И если да, то при каких причинах? Дело в том, что приказное производство все-таки представляет собой определенный усеченный порядок рассмотрения заявленного требования. Поэтому Верховный суд Российской Федерации в 2016 году разъяснил, что применительно к заявлениям о вынесении судебного приказа не применяется ряд гражданско-портуальных институтов, так называемых. Это оставление без движения, оставление без рассмотрения, а также прекращение производства по делу, поскольку рассмотрев заявление, мировой судья либо выдает соответствующий судебный приказ, либо возвращает заявление, либо отказывает в вынесении судебного приказа. Поэтому как такового прекращения производства не существует. Действительно правильно вы говорите, что приказное производство создано для того, чтобы действительно разгрузить суды и перейти в исковый, если только суд обнаружит спор о праве. Так? Правильно? Здесь я хотел бы отметить, что в действительности наличие высокой служебной нагрузки не является причиной или стимулом к использованию приказного производства, поскольку согласно Конституции на суды возложены функции государственные по разрешению споров и независимо от интенсивности работы суды рассматривают все заявления, которые поступают с соблюдением тех сроков, которые установлены в законе. Основная задача использования приказного производства, основная цель, это, конечно же, правый и скорый суд. И поэтому, если обратиться к статистике, которая существует, в частности, за последний год, количество судебных приказов, которые были вынесены с мировыми судьями, составляет порядка 80% от общего количества дел, рассмотренных мировыми судьями. Это не менее 180 тысяч судебных приказов. В прошлом году чуть меньше было судебных приказов, порядка 75%, но статистика показывает, что рост имеется. То есть это приказное производство востребовано. Давайте поговорим о заявлении. Какие требования предъявляет закон к заявлению о вынесении судебного приказа? И чем такое заявление отличается от обычно выскового заявления? Требования к заявлению о вынесении судебного приказа отдельно регламентированы. То есть, в частности, нужно указать мировую судью, к которому обращается взыскатель. Далее, наименование самого взыскателя и адрес его места жительства. Наименование должника и также там, где он проживает. Кроме того, если известно место рождения и место работы, то следует указать, если должник является гражданином. Кроме того, само требование необходимо указать обстоятельства, ну, например, договоры, на которые основывает свои требования взыскатель. Приложить сами документы, которые подтверждают требования. И, соответственно, перечень прилагаемых документов тоже должен быть указан в заявлении. При этом дополнительно отмечу, что если заявление содержит в себе требование о возврате имущества, необходимо обязательно указать его стоимость. Если заявление, если подается заявление онлайн, то обязательно досылать оригинал документов? Здесь следует отметить, что закон не предусматривает необходимости и возможности с требованием дополнительных доказательств. Поэтому, обращаясь в суд, обязательно нужно представить в подлиннике, особенно финансовые документы, на которых в основу эти требования, либо, например, свидетельство о рождении может быть представлено, если речь идет о взыскании алиментов. Соответственно, если эти документы не будут представлены, у суда, возможно, возникнут вопросы относительно того, что подтверждено ли требование документами, и, соответственно, оно, возможно, не будет рассмотрено. Но я хотел бы отметить, что если из содержания документов невозможно установить наличие самого требования, то гражданин может дополнить эти документы в последующем и представить их в суд повторно. То есть возвращение заявления не является препятствием для обращения в суд. Вот я еще обратила внимание, что в заявлении нет истца и ответчик, есть должник и заявитель. Это тоже одна из особенностей приказного производства, так ведь? Абсолютно верно. Стороны именуются взыскатели-должники. Это в большей степени характерно для исполнительного производства, поскольку судебный приказ предъявляется потом к исполнению. Как правильно подать заявление о вынесении судебного приказа? Вот пошагово. Как это сделать? Во-первых, естественно, ознакомиться с самими требованиями к заявлению, о котором мы сейчас озвучили. Далее, само требование должно соответствовать требованиям закона. Напомню, что 9 требований, перечень исчерпывающие, расширительного толкования здесь не может быть. Далее, собрать все документы, которые подтверждают ваши требования, приложить их к заявлению, оплатить государственную пошлину. Обращаю ваше внимание, что государственная пошлина, с размером госпошлины можно ознакомиться в налоговом кодексе Российской Федерации. Кроме того, если взыскатель освобожден от оплаты государственной пошлины, то он имеет возможность получить отсрочку, но для того, чтобы это заявление было рассмотрено, необходимо заявить ходатайство от представления отсрочки или об освобождении от оплаты государственной пошлины. И далее, с полным комплектом документов, можно смело обращаться к мировому судье. Здесь еще один момент, который также следует уточнить. Это мировой судья должен быть по месту жительства должника. Да, конечно. Вы говорили про требования. А есть ли какой-то исчерпывающий перечень бесспорных требований? Вот тот же, допустим, возьмем ситуацию в сфере ЖКХ. Обращаются к мировому суде, но акта сверки, допустим, нет. То есть, вот как в этой ситуации быть? И должен ли судья оставить без движения тот же судебный приказ? Как правило, где здесь грань? Наличие документов, которые бы бесспорно подтверждали наличие задолженности, то есть это актов сверок, возможно, или каких-то ответов на претензию с признанием этой задолженности, не является обязательным. То есть, если сама задолженность возникает из, например, факта пользования жирным помещением, то, соответственно, управляющая компания может представить сведения о начислениях по коммунальным услугам и, соответственно, сведения о задолженности. Этого вполне достаточно для того, чтобы предъявить требования, поскольку, если со стороны должника есть данные о том, что какая-то сумма оплачена, то, соответственно, он всегда может представить возражения свои. Вы сказали, обращаться нужно по месту жительства. То есть, такой вопрос у меня. В какой суд необходимо подавать заявление? То есть, по месту жительства? Да, место жительства должника. Это куда? То есть, соответственно, поскольку в заявлении указывается место жительства самого лица, который обращается с заявлением, и, соответственно, место жительства должника, гражданина, в частности, например, который должен либо оплачивать алименты, либо имеет какую-то задолженность по договору. Те, кто имеет техническую возможность пользоваться услугами интернета, можно на портале мировой юстиции Республики Татарстан найти сведения о судебных участках мировых судей и, соответственно, применительно каждому судебному участку указана так называемая территориальная подсудность. Это сведения об улицах по месту нахождения, по месту жительства должника, исходя из которого мировой судья определяет, какие требования он разрешает. Если технической возможности нет, пользоваться интернетом, возможно, могут не все, в этом случае можно обратиться в ближайший судебный участок к мировому суде и в этом случае тоже получить там необходимую информацию. А если госпошлину не оплатить, что будет? Государственная пошлина, хотя она в сокращенном размере оплачивается, но все-таки это обязанность, поэтому оплатить ее необходимо. И если ее не оплатили вовсе, либо если оплатили в меньшем размере, либо, возможно, сторона ходатайствовала о предоставлении отсрочки, к примеру, оплаты государственной пошлины, и это ходатайство не было удовлетворено, то в этом случае суде вправе вернуть заявление о вынесении судебного приказа. Но, опять же, доплатив государственную пошлину, можно повторно обратиться с этим же заявлением. То есть здесь нет препятствий. Если не предоставили полный пакет документов, то есть какого документа не хватает, что тогда? Здесь точно такие же последствия правовые, да, тоже вопрос возврата заявления и последующие возможности обращения в суд повторно. Как быстро рассматриваются заявления в суде? Здесь законом установлен срок 5 дней с даты поступления заявления в суд. Должен ли суд обвесить должника о поступлении заявления о выдаче судебного приказа? В этом случае в гражданском процессе напрямую не предусмотрена обязанность суда извещать должника о факте поступления заявления. Это связано со многими причинами. В частности, не каждое заявление будет рассмотрено по существу. Может быть возвращено, как я уже сказал, либо может быть отказано в принятии к производству такого заявления. Но если судебный приказ все-таки вынесен, то, естественно, закон возлагает обязанность на мирового судью направить в адрес должника копию судебного приказа. То есть он узнает о вынесении этого документа. Спасибо. Может ли отказ быть обжалован, узнаем сразу после рекламы на ТНВ. Это программа «Татарстан без коррупции». В прямом эфире мы говорим об особенностях приказного судопроизводства. Присоединяйтесь к разговору в студии прямо сейчас. Телефон студии 570 50 75. Также на протяжении всей программы у нас работает электронное голосование. Результаты вы также можете наблюдать на своих экранах. Я также жду ваши сообщения по электронной почте, которые также вы можете видеть на своих экранах. Продолжаем наш разговор об особенностях судебного приказного судопроизводства. Азах Амзовович, расскажите, пожалуйста, правили ли суд при возникновении у него вопросов к поданным документам вызвать стороны на судебное заседание? Приказного производства такой механизм не предусмотрен. Более того, помимо письменных доказательств приказного производства не используются ни свидетельские показания, ни заключения эксперта или специалиста. Поэтому только те документы, которые были представлены взыскателем при обращении в суд. Отказ в вынесении судебного приказа может быть обжалован? Как такового отказа в вынесении судебного приказа законодательство не предусматривает. Предусматривается отказ в принятии заявления. Но случаи, когда судья в праве отказать в принятии заявления о вынесении приказа, они достаточно ограничены. Во-первых, основная причина – это когда имеется спор о праве. Второе – если место жительства должника находится за пределами Российской Федерации. И третье – если из представленных документов следует, что заявление не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства. А какие требования у суда к жалобе? В этом случае, если судья вынес определение и взыскатель не согласен с фактом возвращения, например, или отказа в принятии, может быть подана частная жалоба, требование которой тоже достаточно лаконичное. В этом случае должен быть указан суд, который будет рассматривать эту жалобу. Как правило, рассматривают такие жалобы в порядке апелляционного производства – это районные и городские суды Республики Татарстан. Далее, должно также содержаться сведения о взыскатере и должнике, сведения о самом определении, которое обжалуется, и причины, по которым лицо считает, что это определение является неправильным. Кроме того, обращаю внимание, что к тексту жалобы должна быть приложена его копия. Поскольку копия такой жалобы направляется в адрес должника, и он также сможет узнать о том, что принесена в частности жалоба, например, на определение, связанное с приказным производством. А кто жалобу может рассматривать и будет рассматривать? В этом случае рассматривают жалобы, частные жалобы, так называемые, районные или городские судьи. При этом приносится сама частная жалоба через мирового судью, в который вы обращались первоначально с заявлением о вынесении судебного приказа. При этом мировой судья выполняет ряд мероприятий, связанных с направлением копии жалобы, и после этого передает все документы в районный суд для рассмотрения. Сама частная жалоба должна быть подана в течение 15 дней с даты вынесения определения, которое обжалуется, и районный суд должен рассмотреть также в течение 15 дней эту частную жалобу. Затханзович, я по поводу защиты кредиторов хотела вас спросить. В приказном производстве, в защиту кредиторов, взыскателя, в процессе, кто может выступать? Кто может его защищать? Во-первых, необходимо указать, что личное присутствие и участие в процессе действующим гражданским процессуальным законодательством допускается. То есть независимо от наличия или отсутствия образования у самой стороны, независимо от того, требуется вам представить или нет, вы можете самостоятельно обратиться в суд. В настоящее время Гражданский процессуальный кодекс не ограничивает возможности обращения, в том числе в приказном производстве. Однако, если возникает необходимость помощи какой-то, то есть частность помощи представителя, то сторона вправе обратиться за юридической помощью, но все документы в этом случае, которые подаются о вынесении судебного приказа, должны быть подписаны представителем с приложением обязательной доверенности. То есть, чтобы можно было удостовериться полномочия такого человека. Прокурор может встать в защиту? Прокурор может обратиться с заявлением по вынесению судебного приказа, при этом здесь действуют общие правила. Как в исковом порядке, так и в приказном. Прокурор может в ограниченных случаях принимать участие в процессе. Если есть вископричина какая-то, да? Здесь больше, наверное, основания связаны с невозможностью личной защиты. То есть, если человек в силу возраста, в силу состояния здоровья не имеет возможности самостоятельно обратиться, то в этом случае прокурор предусмотрен возможность в законе обращения именно в суд через прокуратуру. Какой документ выносит суд по результатам рассмотрения заявлений, поданного в суд? Если никаких вопросов относительно поданных документов не возникает, если не усматривается наличие спора о праве, то в этом случае суд выносит судебный приказ. Возможно ли обжалование судебного приказа и в каком порядке, если это возможно? И в какой суд подается заявление о несогласии с вынесенным приказом? Да, это очень важный вопрос, поскольку упрощенный порядок вынесения судебного приказа, он предполагает наличие особых гарантий. Возможности отмены этого судебного приказа также в достаточно упрощенном порядке. Здесь заявление о несогласии с вынесенным судебным приказом действующим законом предусмотрено, что подается в 10-дневный срок с даты получения копии судебного приказа. Либо в том случае, если судебный приказ был направлен почтой, когда истекает срок хранения почтовой корреспонденции. Я хотел бы обратить внимание, телезрители, что в настоящее время действующим законом на граждан возлагается обязанность своевременного получения почтовой корреспонденции. В противном случае, если корреспонденция не получается и она возвращается в суд, то ответственность за неполучение этой корреспонденции считается возложенной на самого гражданина. В каких случаях может быть выдан дубликат? Дубликат, действительно. Законодательство предусматривает возможность выдачи дубликата. Как правило, это связано со случаем, когда подлинник судебного приказа утрачен. Но существует процедура обращения за соответствующим заявлением, надо обратиться к тому же самому мировому суде. С таким заявлением может обратиться либо взыскатель, либо судебный пристав исполнителя. Установлены сроки обращения с таким заявлением. По общему правилу, этот срок, так называемый срок предъявления к исполнению, он составляет 3 года. Либо если судебный приказ был утрачен в процессе исполнения, то тогда предусмотрен срок в течение одного месяца, когда стало известно о том, что судебный приказ утрачен. Спасибо. В приказном производстве есть положительные моменты. Явка сторон в суд требует больших временных затрат. Приказное же судопроизводство позволяет сторонам не тратить целые дни на походы в суд, а обратиться в суд в письменном виде по предусмотренным законам основаниям и ждать результата рассмотрения дела судом. Судебного приказа. Судебного приказа. Продолжение следует... 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 Вот такие сложные вопросы. Что же делать? В этой ситуации здесь всматривается наличие спора, возможно, с наличием задолженности, которая была у предыдущего собственника. Тут, наверное, если исходить из общих каких-то рекомендаций, во-первых, при приобретении недвижимости, вопрос проведения сверки, наличия или отсутствия задолженности по коммунальным услугам, по долгам перед газовыми службами, это, конечно же, вопрос совершения самой сделки. А если обратиться к вопросу процессуальному, то здесь необходимо исходить из того, что при несогласии с заявлением и судебным приказом с Вынесиным, если стороны уже воспользовались в течение 10-дневного срока представления возражения и суд отказал в отмене судебного приказа, существует еще 6-месячный срок для обжалования судебного приказа в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы. В настоящее время кассационную жалобу рассматривает президиум Верховного суда Республики Татарстан у нас в любом другом субъекте, а то сейчас Верховные суды субъекта Федерации. Я бы здесь добавил, это очень хороший показательный пример, когда мы все сегодня плательщики определенных сумм, исходя из квадратных метров. Не надо затягивать, если в квитанции образовалась какая-то задолженность, надо звонить или обращаться в управляющую компанию и урегулировать взаимоотношения, и нужно требовать, что это за задолженность. То есть они вот так, чтобы она тянулась месяцами, а потом появлялась управляющая компания, идет в судебный орган и списывает деньги. Еще одно сообщение. Подвальное помещение многоквартирного дома занимает управляющая компания. Собственные расходы на электричество, отопление и так далее вешает на ОДН жильцов дома. Жильцы много раз писали на нее жалобы, но все заканчивалось сменой директора в управляющей компании, а перерасчет так и не производился. Жильцы, соответственно, тоже не особенно пунктуально оплачивают услуги ЖК. У меня, например, долг 19 тысяч рублей. Сегодня эта управляющая компания разослала уведомление, что теперь долги жильцов будут взиматься в порядке приказного производства в соответствии со статьей 121-130. Что это значит? По сути, управляющая компания указывает на наличие задолженности. В том случае, если жители будут не согласны, или непосредственно конкретно лицо, у которого квартира в собственности, к примеру, будет не согласен с этим судебным приказом, то он может прибегнуть к процедуре обжалования и доказывать свои возражения уже в последующем высоковом порядке. То есть это такая лайт-версия судебного производства. Управляющая компания идет к мировому судье, допустим, на участке, и просит составить судебный приказ, который потом уходит приставом. Так ведь получается, да? То есть ни заседания, ни прочих судебных каких-то действий не производится. А можно оспорить решение суда? Решение суда. Решение суда, ну и судебный приказ также могут быть оспорены. Вот два основных механизма, которые, ускоренный механизм, это обращение к самому мировому суде с заявлением об отмене приказа. При этом закон устанавливает, как я уже сказал, 10-дневный срок для подачи таких возражений. Однако, если вы пропустили 10-дневный срок по уважительным причинам, например, это может быть тяжелая болезнь, там командировка какая-то, и если этот срок пропущен, то лицо в любом случае, должник в частности, может обратиться с заявлением об отмене судебного приказа в мировом суде, приложив документы, подтверждающие уважительность причины пропуска этого срока. Фактически, если буквально коротко, обращаются за выдачей судебного приказа, если вы должен управляющей компанией. Но нужно понимать, если вы действительно за вами долг, это перерастет в обычное судопроизводство, то есть нужно понимать, что у вас будут и другие потери в соответствии с госпошлиной и так далее. Вы можете отменить судебный приказ, сказать, да, я не согласен, обосновав какие-то причины, я не согласен с начислениями управляющей компанией. Но нужно понимать, какие дальнейшие действия там будут, если судебный приказ отменится, и будет уже общее рассмотрение. Хорошо. Спасибо. Взыскание по приказу, как скоро должно существоваться, Илья Рашидовна? У нас есть здесь два понятия. Это сроки предъявления исполнительного документа. То есть судебный приказ фактически это один из видов исполнительных документов, с которым работает служба судебных приставов. Сроки предъявления здесь составляют три года с момента его выдачи, а сроков исполнения как таковых нет. То есть судебный приказ будет исполняться до тех пор, пока он не будет исполнен фактическим исполнением. Либо судебным приставом исполнительным не будет принято какое-либо иное процессуальное решение. Это либо исполнительное производство будет окончено ввиду невозможности исполнения, то есть мы изучим имущественное положение, придем к выводу, что за счет чего взыскать можно задолженность этого имущества не существует, поэтому мы вправе принять такое решение. Либо судебный приказ может быть отозван взыскателем, то есть такое право взыскателя тоже есть, когда, например, идет речь о заключении каких-то мировых соглашений уже внутренних, несудебных, либо исполнительное производство может быть прекращено ввиду смерти должника, например. Может ли должник представить свое возражение? Я не согласен. То есть если так, то в течение какого времени он может представить свое возражение? На судебный приказ? Да. Но на судебный приказ возражение представляется в суд, не в службу судебных приставов. А, уже никак? Только в суд? Да. То есть мы здесь никакого участия уже не принимаем. Мы можем только копию заявления принять, подтверждающую обращение в суд. Расскажите, пожалуйста, Захамзович, то есть как подаются возражения? В том случае, если судебный приказ уже был направлен на исполнение, в первую очередь вот эта ситуация, я так понимаю, с этим связана, получив должник информацию о том, что производятся какие-то списания, либо, возможно, он получил постановление о возбуждении исполнительного производства, в этом случае он вправе обратиться к тому мировому суде, в документах будет указано, какой мировой судья выдал соответствующий судебный приказ, и ознакомиться, во-первых, с материалами приказного производства, поскольку это касается его лично, и в случае несогласия обратиться с письменным заявлением об отмене приказа именно самому же мировому суде. То есть если в течение 10 дней с момента получения копии не обжаловать, он вступает в силу, так? По общему правилу, да. Итак, нововведение коснулось ЖКХ. Теперь коммунальные долги могут взыскивать в приказном порядке. Ранее вопрос о взыскании коммунальных долгов в порядке приказного производства считался спорным. Теперь судья будет выносить судебные приказы. В каких случаях? Такая возможность появилась с 1 июня 2016 года, и закон в настоящее время предусматривает возможность взыскания оплаты за жилое помещение, оплаты за коммунальные услуги, оплаты за услуги связи, а также в приказном порядке может быть взысканы платежи и взносы обязательные, которые касаются членов товарищей, собственников жилья, либо строительных кооперативов. Кроме того, Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что в порядке приказного производства также могут быть взысканы суммы в счет оплаты за нежилые помещения, то есть не только жилые. Сообщение с электронной почты. Благодаря этому закону наша управляющая компания придумала задолженность двугодичной давности 2013 по 2014 в размере 8 422 рубля, и не оповестив меня о задолженности, обратилась в суд, который пошел им навстречу. Об этом я узнала только, когда произошел вычет указанной суммы с пенсии. Никаких оповещений я не получала, просто одна пенсия исчезла. Вот сейчас по телефону на связи с нашей студией заместитель генерального директора по юридическим вопросам одной из крупнейших управляющих компаний Казани Светлана Царькова. Светлана Тодоровна, добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, решение управляющей компании относительно такого заявления нашего телезрителя. Добрый день. Добрый вечер. Управляющая компания действительно с июля 2016 года имеет возможность обратиться к судебным приказам, за выдачу судебного приказа в суд за задолженность с жилищно-коммунальным услугам. Изменились ли правила начисления пени за неуплату услуга ШКХ? Ну, на самом деле у нас пени предусмотрены жилищным кодексом Российской Федерации. И у нас в ноябре 2015 года были изменения. У нас теперь пени стали начисляться дифференцированно. С 31 дня по 90 день, это 1,03 ставки банка рефинансирования. А с 91 дня у нас теперь пени начисляются по 1,130 ставки банка рефинансирования. Это включение? Кроме того, были также статья по внесению пеней за капитальный ремонт. А, только это включая капитальный ремонт? Включая капитальный ремонт. Как рассчитывается задолженность? Задолженность абонента по предоставляемой услуге, она более чем за 2 месяца уже является основанием для введения ограничений коммунальных ресурсов в соответствии с действующим законодательством и 3054-м постановлением. Соответственно, если потребитель лишь частично оплачивает услуги, то исполнитель должен будет поделить полученную сумму на все виды услуг. И задолженность рассчитывается по каждому виду коммунальной услуги, исходя из технично оплаченной суммы. Какие услуги не отключат за долги? За задолженность у нас невозможно отключать. Запрещено отопление в многоквартирных домах. Кроме того, это, естественно, холодное водоснабжение, то есть те коммунальные ресурсы, которые необходимы для безопасного проживания граждан. Спасибо. Напомню, на связи со студией по телефону была заместитель генерального директора управляющей компании Казани Светлана Царькова. Илья Рашидовна, заметно упростилась процедура взыскания долгов за услуги ЖКХ и по налогу. Их могут действительно списывать прямо с банковской карты? Здесь также есть два момента. Во-первых, взыскатель, как и ранее, мог предъявлять исполнительные документы непосредственно на счет должника, открытого в банковском каком-то учреждении. Либо второй момент, это предъявлялся исполнительный документ через службу судебных приставов. И тогда, да, мы могли списывать эти долги со счета. С карточки деньги будут списывать буквально на следующий день после просрочки платежа? Нет, не совсем так. С момента возбуждения исполнительного производства должнику дается пятидневный добровольный срок для исполнения своих обязательств. То есть с момента получения постановления возбуждения. В случае, если это требование судебного пристава не было исполнено, тогда, да, в судебный пристав достаточно быстро поступают сведения из банков. То есть мы в течение трех дней узнаем о наличии каких-либо расчетных счетов должника и, соответственно, выносим постановление на списание. Тогда что изменилось? Почему ситуация взыскания долгов стала проще? Я думаю, что в этом плане будет нам больше поступления, наверное, исполнительных документов. Скорее всего, я предполагаю. И человек действительно не может знать, что суд состоялся? Нет, ну, судя по тому, что вот коллега прокомментировал, должнику направляется судебный приказ. То есть он должен сходить на почту и его получить. Более того, судебный пристав направляет постановление возбуждения исполнительного производства. Это постановление также нужно получить. Соответственно, он уведомлен надлежащим образом. Если он на почту не ходит, да, он об этом не узнает. А если уведомление о решении суда действительно до человека не дойдет? Ну, если говорить непосредственно о работе службы судебных приставов, судебный пристав обязан направить постановление возбуждения по тому адресу, который указан в исполнительном документе, либо в заявлении взыскателя. И в данном случае он обязан по истечении определенного срока принять меры принудительного характера, в том числе списать денежные средства. И практика показывает, что многие как раз должники узнают о своей задолженности тогда, когда происходит списание со счета. Потому что многие из них не ходят просто на почту. Могут ли должника таким образом оставить без средств к существованию? Такие ситуации бывают. Это связано с тем, что, получая сведения о наличии расчетных счетов из банков, мы не располагаем, какой вид счета. То есть мы видим номер счета и обязаны принять меры по списанию денежных средств. Мы не знаем, сколько там средств. Мы направляем в банк соответствующее постановление и указываем сумму долга. При этом оказывается в некоторых случаях, что это зарплатный счет и действительно списывается полностью вся зарплата. Но в данном случае мы всем рекомендуем обращаться сразу в службу судебных приставов, либо через сайт службы направить соответствующее ходатайство и приложить документы, подтверждающие, что на данный счет поступает заработная плата. И тогда уже приставы скидут. Могут ли списать материнский капитал? Такое тоже бывает, потому что судебный пристав не обладает сведениями о том, что на данном счете материнский капитал или же пенсия. И алименты несовершеннолетних, и другие личные пособия, социальные выплаты, вы все можете списать. То же самое, мы просто не видим этого. Чтобы избежать неприятностей, стоит, во-первых, время от времени отслеживать свои долги через портал государственных услуг, во-вторых, на сайте Федеральной службы судебных приставов или через специальное приложение проверять, не открыто ли против вас исполнительное производство. 570, 50, 75, телефон прямого эфира. Мы в прямом эфире. Если есть телефонные звонки, мы готовы их принять. Очень много сообщений на электронной почте, но сейчас поговорим о следующем. Безусловно, по некоторым категориям дел порядок рассмотрения требований может быть действительно удобен. Например, но его в частности стали использовать банки и микрофинансовые организации для взыскания долга по кредиту или займу. Процессуальные возможности сторон, особенно ответчика, ограничены. И ему важно понимать, когда возможно такое производство. Азат Хамзович, расскажите, пожалуйста. Действительно, в настоящее время возможность взыскания задолженности по кредитным договорам в порядке приказного производства предусмотрена. Здесь действуют точно такие же общие ограничения в части предельной суммы, которая может быть взыскана, 500 тысяч рублей. Единственное, здесь хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, банки предъявляют требования не только о взыскании суммы основной задолженности, но и процентов, штрафов, предусмотренных договором. Поэтому в совокупности вся сумма требования не должна превышать 500 тысяч рублей. Кроме того, существуют случаи, когда требования предъявляются не только к самому должнику, но, например, к поручителю. В этом случае размер этой суммы также ограничен суммой 500 тысяч рублей. То есть это тот лимит, который не может превышать требования к должнику. А, допустим, взыскатель обратился в суд, взыскать долг с кредитного учреждения, там всего, например, 10 рублей, или там вообще никого нет, или обязан вообще банк в таком случае вернуть долг, и как он будет вообще исполнять судебный приказ? Вообще, возможно ли в таком случае судебная... Есть ли возможность исполнения судебного приказа? Здесь уже было отмечено, что служба судебных приставов, безусловно, занимается как специализированный орган вопросами принудительного исполнения, однако закон об исполнительном производстве предусматривает возможность предъявить судебный приказ в банк, если у вас есть сведения о наличии, например, счета должника, либо в организацию, которая осуществляет периодические выплаты. Например, это работодатель, где работает должник. Поэтому, соответственно, механизмы, которые позволяют исполнить судебный приказ, они достаточно широкие. Если взыскатель самостоятельно не имеет возможности реализовать судебный приказ, то служба судебных приставов, как специализированный орган, всегда выполняет данные функции. Сообщение. У меня ситуация следующая. Предъявив в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору займа, судья вынес определение об отказе в принятии заявления, потому что он усмотрел спор о праве, а именно по взысканию пении. А там ситуация простая. Человек взял деньги и не вернул в установленный срок. Были начислены проценты за пользование займом, а также пение за задержку возврата. Все это не нарушает федеральный закон о потребительском кредите займе. Прошу, прокомментируйте, потому что не знаю, что делать. Разговаривал с судьей, он говорит, что якобы было совещание у них и сказали, если есть взыскание пении, то усматривается спор о праве. В этом случае, если мировой судья считает, что усматривается спор о праве, а такая возможность с законом предусмотрена, то есть мировой судья вправе при анализе документов к такому решению прийти, соответствующее определение, которое будет вынесено, с ним взыскатель может не согласиться. То есть механизм обжалования этого определения путем подачи частной жалобы в 15-дневный срок в районный городской суд действует. Поэтому в том случае, если со стороны взыскателя есть несогласие с вынесенным определением, если он полагает, что требования должны быть рассмотрены в порядке приказного производства, то всегда может воспользоваться предусмотренными законами, механизмами обжалования. Правда ли, что суд сумму основного долга взыскивает по приказному производству, а пение, неустойки и судебные расходы заявляют уже в порядке обычного искового производства на основании уже вступившего в силу судебного приказа? Ну, для скорости взыскания хотя бы основного долга при наличии соблюдения досудебного порядка урегулированной сфоры с правильным расчетом неустойки. Это тоже одна из особенностей судебного производства? Дело в том, что в том случае, когда существует предусмотренный договором, например, размер пения или размер штрафа, то в этом случае эти требования вытекают из самого обязательства, поэтому возможность предъявления, вынесения судебного приказа по такому заявлению не исключается. Если возникают вопросы относительно механизма, который предлагает взыскатель, то есть он считает, что подлежит применению, например, какой-то другой закон, подлежат применению какие-то иные проценты, иные требования, в этом случае, если возникает такой вопрос, мировой судья имеет возможность все-таки отказать в нанесении судебного приказа, поскольку основная цель это не выдача судебного приказа, который в последующем позволит взыскать денежные средства с невозможностью последующего возврата. Это основное, это инициировать такое судебное разбирательство, при котором должник, который по каким-то причинам, возможно, уклоняется от исполнения обязанностей, задерживает выплату каких-то сумм, а получив судебный приказ, он проявит свою инициативу и либо выскажет возражение относительно того, что этот судебный приказ вынесен, либо его исполнит. Поэтому данный механизм, он в любом случае является в интересах как должника, так и взыскателя. Инициатива на приказное судопроизводство может исходить от суда? В этом случае сам суд, естественно, заявление о вынесении судебного приказа не может не оформляться никаким-то образом без заявления взыскателя проводить процедуру приказного производства, но окончательный выбор порядка рассмотрения заявления остается именно за судом. Более того, хотел бы отметить, что с 2016 года, в том случае, если подано исковое заявление, например, а требование подлежит рассмотрению в порядке приказного производства, то судья вправе возвратить исковое заявление и разъяснить ИСЦУ о том, что его требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. Поэтому суд в этом случае может дать определенный вектор правильного рассмотрения и правильного механизма рассмотрения спора. Спасибо. Еще одно сообщение. Мне в конце апреля прошлого года пришло заказное письмо. В нем оказалось, что я злостный неплательщик налога за землю в период с 2013 по 2015 год. Хотя никаких уведомлений о налоге не было и налоги за 2016 и 2017 год оплачены исправно. Тем не менее был суд и мне присудили заплатить, хотя я являюсь пенсионером и должен быть освобожден от уплаты налога за землю. Вот так вполне законопослушный гражданин может оказаться ответчиком в суде. Ответ на этот вопрос узнаем из первых уст. На связи с нашей студией заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по республике Татарстан Андрей Никиташин. Добрый вечер, Андрей Геннадьевич. Добрый вечер. Андрей Геннадьевич, существуют ли льготы на земельный налог для пенсионеров? До недавнего времени пенсионеры не имели каких-либо льгот по земельному налогу. В связи с чем в данной категории граждан земельный налог начислялся и предъявлялся к уплате в общепановленном порядке. В конце 2017 года в налоговый кодекс Российской Федерации были внесены изменения по земельному налогу, согласно которым пенсионерам уже в этом году смогут воспользоваться льготой в виде вычета кадастровой стоимости 6 соток на один земельный участок или на долю участки. Если гражданин ранее уже обращался в налоговый орган по вопросу предоставления льготы, к примеру, по налогу на имущество и представлял все необходимые документы, то повторно обращаться нет необходимости. А заявление на льготу в любой налоговый орган следует предоставлять тем гражданам, которые вышли на пенсию начиная с 2017 года, либо ранее никогда не обращались в налоговые органы для предоставления льгот. Налогоплательщик вправе предоставит документы, подтверждающие право на налоговую льготу, но не обязан этого делать. Налоговый орган при необходимости может запросить сведения в пенсионном фонде. Если же у пенсионера имеется несколько земельных участков, можно выбрать объект, в отношении которого будет применяться вычет размера 6 соток. Для этого можно направить налоговый орган уведомление на выбор объекта. При отсутствии такого уведомления вычет будет предоставлен автоматически в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога. Ежегодно налоговые уведомления гражданам направляются двумя способами. По почте и через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Граждане, являющиеся пользователем личного кабинета, уведомления получают только в электронном виде. Гражданам, не имеющим налоговой льготы, в случае неполучения уведомлений и квитанций, следует незамедлительно обратиться в налоговые органы с этим вопросом. Если же гражданин имеет полное освобождение от уплаты налога, установленное законодательством, и заблаговременно сообщил об этом налоговые органы, то квитанции по налогам не придут. Есть ли вообще гарантии, что уведомления от налоговой будут приходить вовремя и доходить до адресата, или проще без разбора, проще без людей деньги снимать? Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что налоговые уведомления должны быть направлены за 30 дней до наступления срока платежа. Срок уплаты всех имущих налогов един, 1 декабря. Соответственно, налоговое уведомление должно прийти к плательщику не позднее октября месяца. Почтовое налоговое уведомление направляется по месту регистрации налогоплательщика. Если же гражданин не проживает по месту прописки, для получения корреспонденции необходимо сообщить об этом налоговый орган по установленной форме. Также не следует забывать, что пользователь личного кабинета налогоплательщика получает уведомление в электронном виде. Просмотреть уведомление можно в закладке на численную. Спасибо. Напомню, на связи со студией по телефону был заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по республике Татарстан Андрей Никиташин. Азат Хамзович, как проверяют документы в суде? После поступления документов, именно мировой судья проверяет само заявление, приложенные документы, и законом только мировому суде предоставлено право принимать окончательное решение, выдавать судебный приказ или принимать иное процессуальное решение. В случае отмены судебного приказа, как дальше защитить свои права? Здесь, конечно, необходимо учитывать, что если имеется какая-либо задолженность, то отмена судебного приказа это не панацея. А поскольку в последующем к тому же самому должнику может быть предъявлено исковое заявление, там уже размеры государственной пошлины будут в два раза больше, и судебные расходы, которые могут быть предъявлены должнику, также могут возрасти. Поэтому в настоящее время законодательство достаточно серьезно прописывает последствия злоупотребления правом при отмене судебного приказа, и, как говорится, долг платежом красен, поэтому если есть обязательства, его нужно исполнять. Какие могут быть последствия отмены судебного приказа и последующего обращения в суд в обычном исковом порядке? Но об этом сегодня Иван Николаевич уже начал говорить. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Какие последствия могут быть? В этом случае, если предъявляется последовательное исковое заявление, оно может быть адресовано либо в мировом суде, либо в районный суд, поскольку здесь цена иска будет зависеть от определения родовой подсудности. Здесь 50 тысяч рублей будет рассматривать в мировой суде, и свыше это уже требование к районному суду. Затем, соответственно, возникает необходимость явки по требованию суда, представление соответствующих доказательств, ну и, соответственно, те способы доказывания, которые стороны будут использовать, с одной стороны, более расширенные, но с другой стороны, те финансовые санкции, которым может быть привлечен ответчик, они существенно возрастают. Спасибо. Еще одно сообщение зачитаю. Получив решение суда, не могла получить реквизитов для погашения долга. Везде сказали, ждите. По почте пришлют уведомления с реквизитами и суммой. Ждала. Списали с депозита, лишив меня еще и процентов по вкладу. Так что ваши слова оптимизма о правильной работе наших доблестных госорганов не прибавляют. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. Результаты таковы. Лидирует первый вариант ответа. Действительно, сталкивались ли вы с приказным судопроизводством? Да, это экономит время и день. И наше личное время, да? И 54% телезрителей экономит мое личное время и деньги. Да, это так. 54% телезрителей проголосовали именно таким образом. Иван Николаевич, ваше обращение. Ну, мы все с вами являемся и во многом потребителями и коммунальных услуг, и пользуемся услугами кредитных организаций. Безусловно, мы должны знать своих права и их отстаивать. И сегодняшняя программа тому подтверждению именно разъяснительный характер носит. Поэтому никто не застрахован, что сегодня я, например, не смогу нести обязательства по каким-то выплатам. И, соответственно, должен быть вооружен и законодательно должен отстаивать свои права. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю наших гостей за беседу в студии. И прощаюсь. И вам самого доброго. До скорых встреч на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин